Одна из целей фестиваля «Кремль музыкальный» преемственен с поколений. Традиционный музыкальный смотр, который открылся сегодня в Москве, в очередной раз подтверждает единство искусства во времени. В этом году «Кремль музыкальный» подарит слушателям встречу с пианистами из Британии, Германии, США и Южной Кореи. По традиции выступит перед зрителями и прославленный дуэт Николая Петрова и Александра Гинзина. Музыканты представят новую программу, подготовленную к Году России во Франции, и Франции в России. Первый концерт в вооруженной палате Кремля сегодня, в день траура, начался с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Мы объявляем минуту молчания. Программа фестиваля планировалась несколько месяцев назад, и так совпало открывала его музыка Федерико Шопена, знаменитого польского композитора, который жил вдали от родины и который в своих прекрасных творениях излил боль за судьбу родного народа и своей страны. В сопровождении струнного оркестра Российская Камерата под управлением Андрея Кружкова играла пианистка из Германии. Анна Маликова лауреат многих международных фортепианных конкурсов. Из них четыре победы она одержала на конкурсах имени Шопена в Варшаве, Осло, Сидне и Мюнхене. Я ужасно люблю играть, особенно в Москве, потому что я здесь проучилась 14 лет, выросла, и получила это замечательное образование, которое только в нашей стране возможно, как я сейчас поняла это. Анна Маликова много концертирует в странах Европы и Азии, но весьма редкий гость в Москве. Вот сейчас очень мало людей играет в таком стиле, и с такой интеллигентностью, и красотой, и изяществом, как она. Фестиваль «Кремль музыкальный» проходит в 11-й раз. На вопрос, чем он отличается от предыдущих, Николай Петров ответил – ничем. Ничем – это значит, что по-прежнему здесь все решает вкус и опыт самого Николая Петрова. То есть он единолично приглашает солистов, не боится рисковать, приглашая очень молодых, еще неизвестных публике. Авансы, выданные Николаем Петровым на предыдущих фестивалях, оправдались. Открытием этого фестиваля обещает стать 15-летний пианист из Кореи Сиан Джин Чо. Он, на мой взгляд, безгранично, безмерно подарен. Причем не только совершенно уникальным аппаратом, но каким-то моцартовским взглядом и вкусом, и фразировкой, и прикосновением. Удивительно, откуда? И он чистый кореец, он не прошел ни через американский, ни через французский, ни через русскую школу. Оружейная палата Кремля – уникальный концертный зал с удивительной акустикой и аурой, но он может вместить только 130 зрителей. В итоге аудитория концертов будет многомиллионной благодаря трансляциям на нашем телеканале. Елена Озерова, Елена Коршунова, Сергей Апарин, служба информации телеканала «Культура».